Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Светлана Занько. Сегодня у меня в гостях Константин Гозман, генеральный директор агропромышленного холдинга Торонч. Константин Маркович, добрый день. Добрый день. Программа выходит в записи. Надо сказать, что мы её пишем в субботу, минувшую, сразу после того, как коллектив в нашей редакции «Хамосквы в Кире» побывал на экскурсии на фудзаводе. Вот только что мы буквально вернулись оттуда с этой экскурсии со свежими впечатлениями. Мы обещали в прошлом, в прошлой нашей встрече, что мы о фудзаводе обязательно поговорим. И, собственно говоря, тогда вы мне сказали, не помню, в эфире или уже за эфиром, что я приглашаю ваш коллектив и посмотрите, пожалуйста. Потому что много было у меня вопросов таких каверных к вам, много-много было всяких сомнений и всё прочее. И вы сказали мне тогда, что лучше всё посмотреть на месте. Давайте там всё посмотрим, всё обсудим. Ну и как, Светлана, впечатления? Впечатления изменялись по ходу нашей экскурсии. Они были разные. Мне очень понравилось в итоге, что мы, все, кто там присутствовали, там была и Оля Болезина, и Светлана Удельная, кто там присутствовал, мы были вовлечены в процесс. Мы сейчас расскажем, как это всё происходило по ходу нашей сегодняшней беседы. Но первое впечатление было, что есть большое предприятие привлекательное, прям вот со входа, если говорить там внешне, ты понимаешь, что это что-то совершенно новое, это то, что не в формате ни предприятий кировской области, ну и вообще, может быть, даже российских, что-то совершенно новое. И у меня было впечатление, что это такое предприятие, которое в самом начале своего пути, но движение уже очень активное. Что касается самого фудзавода, я сразу скажу о своих сомнениях, о которых я вам говорила. У нас сегодня такая беседа, у нас не интервью. Мы рассказываем, мы делимся впечатлениями, да, и рассказываем там про реакции. Естественно, мы поговорим и про технологии, про сам фудзавод, и про людей, которые там работают, про продукцию, что раскручивается какой-то очень серьёзный такой механизм, что вот энергия движения того, что там происходит на предприятии, она очень мощная. Мне всегда нравятся такие вещи. Я люблю, когда производство не в стадии угасания или стагнации находится, а в стадии вот явно там развития, и ты видишь, что горизонты этого развития, они просто широчайшие. Это всегда огромный позитив. Теперь про свои сомнения, с которыми я шла на этот завод. Я помню, что пару лет назад, когда говорили о том, что в школы нашего города может быть внедрено вот такое питание, у меня, как у родителя, сразу возникло сопротивление, потому что я, конечно, привыкла к тётям Машам, которые готовят пончики на школьных кухнях. Я тогда думала, ну как же так, как же так, значит, такое вот питание, что за питание, ничего про это естественно, не зная совершенно. И надо сказать, что и до экскурсии не очень-то много зная, я говорила, что нет-нет, ни в коем случае, никак. Как говорится, пока в процессе не уникнешь, пока всё не узнаешь, ты не можешь быть уверен, как родитель, мы знаем, дети наши самые-самые ценные. Расскажу нашим слушателям, как у меня по ходу, значит, эти там сомнения не то чтобы развеивались, но находили ответы, мои вопросы находили ответы. Я думаю, что это станет ясно из нашей сегодняшней беседы. Такая интрига такая, да, такая интрига. Я попросила бы вас рассказать, откуда взялась вообще эта идея создать новейшее предприятие во всей стране, практически открыть новую отрасль, потому что, насколько я понимаю, таких предприятий в России там всего несколько и масштаб их не сравним с вашим. Ну, пух тогда словах. Да, действительно, это уникальный для России завод, совершенно новый, совершенно с инновационной технологией, то есть не существующей и, в принципе, такой технологии в России у нас нет. Как мы к нему пришли? То есть мы, работая на продовольственном рынке, смотрели перспективы, куда мы можем развиваться и куда мы будем развиваться. Колбасный рынок и рынок мясной, он самый перегретый рынок в России. Очень тесно в нём, очень конкурентный, за пределы территории очень трудно выходить. А это то, на чём вы, собственно, специализировали? А это наша основная специализация, то есть всё сельское хозяйство, всё сельхоз и переработка, она нацелена именно на переработку продукта. Мы производим колбасы, полуфабрикаты, выходим за пределы региона, но очень трудно. И понимаем, что прирост, он будет небольшой. Дай Бог остаться в том же объёме производства и переработки. Поэтому мы искали другие рынки. И вот мой партнёр Альберт, после одной из выставок он предложил, говорит, давайте будем заниматься готовой едой, готовым питанием. Мы, понимая уже, что действительно рынок интересный, но как он организован, им было непонятно. Поэтому мы в первую очередь изучили весь мировой опыт, какой на сегодняшний день существует. Ну, стали изучать различного рода технологии. Их оценивали, примеряли на нашу российскую действительность. И я так считаю, что нам повезло, тоже на одной из очередных выставок мы познакомились с нашим будущим партнёром-консультантом. Это такой предприниматель, производитель из Бельгии. Крупная компания, которая кормит парламент Бельгии, кормит компании, такие как Ford, Nike, Ford Tour de France, многие научные городки, дома престарелых, многие институты, университеты и так далее. Компания с многолетним опытом в этой отрасли. И познакомившись, мы очень долго друг на друга протирались, смотрели. И только спустя, наверное, более полугода эта компания, её руководитель сказал, что да, я смогу вам передать и буду передавать вам свой опыт. Мы заключили с ним контракт, и мы считаем, что дата заключения этого контракта – это начало нашего пути. Это было практически 5 лет назад. Мы стали изучать его опыт, он стал делиться технологией. Мы подключили к этому наших ребят, наших технологов, стали отправлять их к нему на завод. Они у него жили в Бельгию. На завод в Бельгию. Они жили в Бельгии, работали в Бельгии. Впоследствии мы сделали, построили маленький экспериментальный завод. Он у нас 3 года работал в посёлке Доронича, почти 4 года. И начали работать уже с продуктами. Стали производить, сертифицировать, стали отрабатывать блюда, российской пухней блюда. Вот такой вот длинный путь. Значит, и в этот же период мы ездили также в Бельгию, менялись опытом, отрабатывали уже какие-то детали. Детали такие, как белизна пюре, расслаиваемость каши, ну и многое-многое другое. И параллельно начали проектировать сам завод, на котором мы сегодня были. А давайте уточним, почему именно Бельгия? Так сложилось, так совпало. Но Бельгия действительно страна, там несколько таких перерабатывающих предприятий. Ну так сложилось. Мы познакомились на выставке, и вот этот человек, и нам он оказался близок, и мы для него оказались той компанией, которой бы он хотел передать этот опыт. Самому бельгийцу, там ему на сегодняшний день 74, наверное, года, дочке 9 лет, такой крепкий бельгийский мужчина. И вот он присматривался к нам, он не сразу согласился, то есть не только там коммерческая составляющая, личностная тоже имела большую роль, но все-таки вот он нас нашел, тех людей, которым бы он хотел передать свой опыт. В Бельгии, насколько я понимаю, там в этой небольшой стране есть несколько предприятий, которые готовят подобные блюда, да? Да, там, ну вообще европейская, скажем так, инфраструктура производства питания, не только готовой еды, но вообще там продуктов питания, она очень развитая, и она представлена многими предприятиями, в овощной, в салатной, в разных сферах. Таких предприятий тоже несколько аналогичных. И они работают на разные сегменты. Кто-то работает для розничной сети, кто-то работает для кейтеринга. Ну и кейтеринг это? Кейтеринг это кормление организованных коллективов. Различные компании. Кафе, столовую, рестораны в том числе. И рестораны. И рестораны в том числе. Сама технология, хочу отметить, что это технология, технология высокой кухни, вот данная технология. Почему мы в том числе останавливали на ней свой выбор? Этой технологией пользуются самые перворазрядные рестораны, ну в принципе во всем мире. То есть вот у истоков ее, скажем так, у ее истоков, то есть вот есть такой, был такой, или есть такой повар Джордж Пролю, то есть он в Руане, в своем ресторане, он эту технологию начал использовать для приготовления такого блюда, как фуа-гра. То есть блюдо высокой кухни. И впоследствии вот эта теория развелась. Многие специалисты считают этот шаг, как один из самых инновационных шагов в приготовлении питания за последние 20 лет. Мы своих ребят тоже, хочу сказать, кроме того, что мы их учили в Бельгии, некоторым удалось, мы в свое время отправляли еще в Академию кулинарного искусства в Францию, к Алану Дюкасу. Алан Дюкас, это считается один из самых титулованных кулинаров в мире. У него своя Академия кулинарного искусства, мы туда и отправляли, вот я как уже сказал, нашего специалиста, он там учился, проходил курс. У него 17 Мишленовских звезд. То есть это технология высокой кухни. С помощью ее можно приготовить любое реабилитационное, диетическое питание, можно кормить любой коллектив, можно подавать эту еду в ресторане. Вы просто сказать о том, что в Европе это тоже совсем, не совсем, наверное, новое, но просто производство, которое расширяется мощными темпами, накрывает просто организации, кафе, рестораны. И ритейл сейчас большой такой волной, очень распространенный продукт. И европейцы, которые, наверное, избалованы различными родами кухнями, у каждой страны своя, да еще не по одной. И уж такие большие привереды, и те же бельгийцы, и французы в еде. Они это не просто приняли, они такой локомотив, который развивает, собственно говоря, эту кухню, эту еду. Ну, вообще, говоря уже о современной действительности, мы понимаем, что у нас сокращается наше личное время, то есть все процессы интенсифицируются, то есть все бежит очень быстро. И рынок готовой еды, он развивающийся, он стоит в начале еще пути. То есть готовую еду мы в российской действительности, мы еще ее пока не привыкли даже употреблять. То есть у нас больше там замороженных готовых продуктов. Готовой еды охлажденной, в принципе, не было создания этого завода на полках ритейла. Но надо отметить, что рынок готовой еды, он развивается во всем мире в целом. То есть он шаг за шагом, все больше предложения на полках магазинов готового питания. И это тренд такой растущий и в будущем. С Вашей стороны был это, конечно, смелый шаг. И когда Вы экспериментальное производство запускали в Дороничево, вот этот небольшой экспериментальный завод, на котором технологии отрабатывали, 4 года он проработал до запуска фудзавода, вот сейчас, да, сориентируясь сразу так людей в пространстве географически, это буквально в поселке Костино, вот наезде в поселок Костино, да, справа. Фудзавод, там не проедешь мимо, потому что он яркий, издалека видно, что это фудзавод. Вот. Надо было тогда, наверное, провести такой мощный анализ рынка в России, насколько этот рынок заполнен, не заполнен, спрогнозировать востребованность этого продукта. Но кроме того, что Вы там, вот Вы пока экспериментировали на небольшом заводе, наверняка параллельно, и там технологию и рецептуру отрабатывали, наверняка параллельно исследования проводили. И что Вас подвило на открытие такого завода, который я сегодня увидела, мощности этого завода, я поняла, рассчитанной, ну, на серьезное потребление. Ну, я и в прошлый раз говорил, что у нас наши проекты, они с какой-то долей авантюризма присутствуют, какая-то доля авантюризма в наших решениях, но и амбиции, и желание создать что-то новое. Мы интуитивно, конечно, понимаем, и сейчас понимаем, и эксперимент продолжается. Завод только начал работать, то есть, ну, работает 10 месяцев, но, тем не менее, за 10 месяцев новый рынок не создается. Мы проходим этот путь впервые, поэтому мы шаг за шагом идем по этому пути и стараемся понимать, что требуется рынку, как с ним работать, как выходить, какую коммуникацию с потребителем создавать, как наш продукт должен быть оформлен. Ну, то есть, я права была, когда сказала, что Вы практически формируете новую отрасль. Да, отрасль создается, то есть, вот, да, действительно, подобный завод есть, есть, то есть, ну, по идеологии, по созданию кухни там в одном месте. Ну, вообще, в принципе, кухни создают, многие компании какие-то создают централизованную кухню, но они используют разные технологии. Такую технологию в России не создал никто. То есть, это действительно новая, завезенная в Россию технология, которую мы, по какой мы сейчас работаем. И вот Вы обучили и продолжаете обучать специалистов. Параллельно обучение специалистов отработки рецептуры нужно было проектировать и там анализировать, как, откуда Вы будете поставлять, собирать оборудование для того, чтобы такое производство открыли. Да, так сложилось, что наш завод, он сейчас получился, ну, это самый, наверное, современный, и мы обогнали своего, скажем, учителя, который нам передавал технологию в Бельгии. И наш завод гораздо технологичней и на шаг впереди. То есть, на нашем заводе на сегодняшний день собрано оборудование со всего мира. У нас оборудование итальянское, бельгийское, немецкое, французское, японское, ну, почти все назвал. Российские есть, то, что мы делали уже, знает то, что нужно для нашего рынка, и какие-то сегодня увидели. Собственные разработки. Собственные разработки. То, что мы хотели, ну, как подготовить продукт для нашей российской кухни. А давайте приведем пример, потому что нас это действительно поразило. Это когда собиралось оборудование, и когда отрабатывалась рецептура, понятно, пошли по традиционной русской кухне пока изначально, да, и поняли, что для борща нужен обжаренный лук. Ну, да, я думаю, технологию можно рассказать, этот сюжет такой, да. То есть, да, действительно, в нашей кухне мы используем лук. И лук в нашем представлении в российском вкусе мы представляем себе как обжаренный с румяной корочкой лук. Мы искали оборудование для подготовки вот в таком виде лука за рубежом, во всей Европе. То есть, были на многих заводах Бельгии, Германии, Италии. И проводили там пробные, нам компания-производитель говорит, мы для вас подготовим в нужной кондиции вам лук. Сами лично, то есть, мы были на этих заводах и там делали пробные жарки, например, лука, там по 50 килограмм выкладывали на то оборудование. Лук не получался. Лук в европейском представлении получается такой запарной, такой вареный. И ни в коем случае без корочки, ни жареной не получалось. Так и не получилось. На самом деле, в конце мы стали использовать другую единицу техники, которая предназначена для другой цели. Ну, а впоследствии наш инженер совместно с инженером Кирово-Чапецкой компании сделал такую волшебную сковороду, на которой лук теперь жарится. И мы доходим до необходимой нам кондиции. Специально для российского потребителя. Специально для российского потребителя, для российской кухни. Вот такой сюжет. Там еще очень много нюансов. На самом деле, когда мы ходили по производству, весь процесс нам показали от начала до конца. Это то, что точно интересует слушателей. Это, во-первых, откуда поступают продукты. Чьи это продукты? Зарубежные, наши, ваши только. И каким образом вы говорите... Мы говорим о том, что... Сегодня всячески вы нам пытались доказать, что продукт абсолютно экологически чистый, здоровый этот продукт. Без консервантов этот продукт. Тот, который смело может любая хозяйка или хозяин взять и употребить вместе со всей своей семьей или отдельно, кто как хочет, на рабочем месте или дома, пожалуйста, для ужина. Давайте мы чуть-чуть, чуть-чуть переоткроем, да, там, ножу. Я скажу, что это не то, что коммерческая тайна, но это... То есть у нас сегодня коммерческие тайны раскрывали. Чуть-чуть я переоткрою. Ну, для наших радиослушателей, что такое технология. Значит, что касается сырья входящего. Ну, практически на 70% сырье наше. Причем не то, что наше российское, а нашего холдинга. И овощи, и мясные изделия, то есть полуфабрикаты. То есть мясо охлажденное мы берем собственное для производства. Покупаем, конечно, все остальное, там, рис, макароны и другие ингредиенты мы покупаем на российском рынке. Значит, в чем суть технологии? Продукт сначала подготавливается до необходимого, скажем так, состояния, но не готовится. Затем он помещается в герметичную упаковку и уже готовится при температуре от 72 до 92 градусов. Готовится в таком автоклаве. И благодаря тому, что температура низкая, то есть она не достигает 100 градусов, в продукте не разрушается клеточная мембрана. Например, если мы говорим про мясо, продукт получается сочный, структура сохраняется его, в продукте сохраняются все витамины, аминокислоты, минеральная часть. Для его приготовления требуется минимум соли, минимум сахара. И получается в итоге сочный, вкусный, здоровый продукт. Благодаря тому, что продукт мы приготовили и сразу же охладили в этом же автоклаве, он охлаждается до температуры плюс 2, плюс 4 градуса и помещается в холодильник. Продукт получает свой срок хранения. Срок хранения, причем, достигает 45 суток. И абсолютно не используются консерванты. Никакие консерванты мы в процессе приготовления не используем. При приготовлении, кроме этого, вы видели сегодня, что при жарке, например, мы не используем совершенно масло. То есть продукты жарятся. Но если только... Нет, там есть продукты, такие как соусы, например. При жарке. Соусы, гуляши, там все это. Которые требуют ингредиенты масла. Любой хозяйке, это то, что нужно под технологией. Света Удельная сегодня с особым пристрастием, известная всем нашим слушателям, защитник здорового питания и здорового образа жизни. Она прям с пристрастием расспрашивала про всю рецептуру. И все видела воочию. И все видела воочию. Я тоже видела воочию. Сейчас, может быть, технология вскользь была описана. Но просто, чтобы наш слушатель представил себе, потому что я это видела. Как готовится, например, какой-нибудь котлет. Мы можем стейк или котлету взять. Да, там потому что, как она обжаривается? Она обжаривается в печи, которая работает. Можно с самого начала начать. Да, так. Я про печу. Вот я расскажу с самого начала. То есть, да, как котлеты получаются. То есть, сначала мы берем охлажденное мясо. Вашего производства. Нашего производства. Которое приходит в вакуумно-пакетное предприятие. Запечатанное, охлажденное. Разделывается, например, нарезается на стейки. Или там делается фарш для котлеты тут же на заводе. И затем поступает в горячий цех. В горячем цехе на гриле. Гриль уникальный, в Россию завезенный. То есть, все единицы техники, большинство единиц техники впервые завезены в Россию. Вот гриль, который вы видели. То есть, таких грилей, аналогов, таких, такой единицы оборудования в России нет. На этом гриле, то есть, придается корочка или румянец на котлету или на стейк. Но внутри продукт сырой. Затем этот продукт, котлета или стейк, он упаковывается в герметичную упаковку. Причем это очень высокотехнологичная упаковка. Там это четырехслойные барьерные такие пленки, которые не допускают миграции ни продукта в среду, ни среды в продукт. Значит, и после этого этот продукт, упакованный, попадает в автоклав. И в автоклаве при температуре, вот как я уже сказал, от 70 до 90 для разного продукта сводит своя температура. Причем для овощей она несколько выше, для мяса она несколько ниже. Вот удивительно тоже для меня было. Тот, кто умеет готовить, и кто любит готовить, понимает, что мясо-то, например, в духовке при температуре там менее 100 градусов, ну, я не знаю, кто-то доводит, я впервые об этом слышу. Да, например, в духовке температура 180 градусов, а в автоклаве у нас мясо готовится там при 75 градусах. И готовится там 2-3 часа необходимое количество времени для полной готовности. Готовится, и вот благодаря тому, что готовится в этих условиях продукт и сохраняет свои и питательные качества, и вкусовые качества, раскрывается аромат блюда. То есть блюдо получается сочное, вкусное и полезное. И там же охлаждается, благодаря тому, что там же охладился, достигается срок хранения. А охлаждается водой из скважины? Да, воду, то есть мы говорили, и я вам рассказывал об энергоэффективности завода. То есть энергоэффективности при проектировании завода мы привлекали Мюнхенское бюро, такое очень опытное, вот это же бюро, они строили много заводов для Хохланда, это крупнейший завод Мюллер Мюль, ну огромные заводы, огромные предприятия. Они нам помогали работать над энергоэффективностью. Значит, воду мы берем из скважины для охлаждения наших блюд, да, доохлаждаем ее. Вода приходит 8-градусная, мы доохлаждаем ее до 2 градусов с помощью чиллера такого. Охлаждаем наше блюдо, вода нагревается. Эту воду мы не выливаем, а собираем ее в определенную емкость, где она уже для следующего нагрева, уже начинается этот нагрев там с 30 градусов. То есть мы меньше энергии тратим для последующего нагрева. И так на каждом этапе производства. Вот, это чуть-чуть отступили. Мясо я это пробовала. Отступили чуть-чуть, да. Оно действительно, сверху корочка, внутри оно абсолютно сочное. У меня даже с собой есть пакет. С ребрышками. С ребрышками так повезло. Мы будем пробовать сегодня дома. Я буду ставить эксперимент на своих домашних. Что они по этому поводу скажут. Мы свое мнение высказали. В общем, у нас вердикт, да. Это не только потому, что там реклама, программа у нас сегодня, понятно, коммерческая. Но я вот четко вам говорю, что ребрышки и мясо еще есть у вас такое свиное. Это да, можете пробовать. Правда, вкусно. Смотрите, вы затронули вопрос по поводу проектирования. По технологии более-менее стало понятно. По поводу проектирования самого завода. Мы об этом с вами не сказали. Про оборудование сказали, что собрали со всего света. А то, что кто вам его проектировал, какие вы мощности к этому подключали и на что вы рассчитывали. Потому что завод построен, то, что мы сегодня увидели, он загружен, мы с вами говорили, не на полную мощность сейчас. А простроен с перспективой серьезного развития. Вот кто вам его проектировал, этот завод? Насколько современный этот проект? Ну, действительно, мы проектировали, значит, проектный институт – это всегда вопрос в России на сегодняшний день. Все-таки промышленное производство в малом количестве строится, к сожалению. Ну, то есть строится, конечно, но это всегда вопрос. Мы теперь это поняли. Когда встал вопрос об импортозамещении, мы поняли, что у нас производство вообще. И мы всегда сталкивались с таким вопросом, когда проектировали или там комбикормов завод, или там наши национальники проектировали, или молочный завод. Это всегда выбор проектировщика, всегда очень ответственный и серьезный. Мы выбрали российского проектировщика, со знанием всех аспектов российских законов и нормативов. Но основную суть, технологию проекта, безусловно, нам делал наш партнер бельгийц, бельгийская компания. И мы очень скрупулезно подходили к проектированию. Мы всегда при начале проекта, мы одним из условий – это то, что любой наш объект, новый, он, во-первых, спроектируется с возможностью увеличивать объем производства. То есть, вот сегодняшний завод, вы видели, это первая наша очередь. То есть, и заложено в проекте, что мы можем эту мощность увеличить в два и в три раза, то есть, поэтапно, пристраивая определенные помещения. Ну, и выбрав проектировщика, привлекая иностранную компанию, кроме этого, мы привлекали еще другие бюро для того, что для каждого отдельно взятого раздела технологий. И так получился проект. Спроектировав, мы начали стройку. Чуть дольше строили, чем запланировали, в силу того, что завод очень сложный инфраструктурно. То есть, вы видели, сколько средств, сколько там сжатый воздух, пар, вода, холодная, горячая, вентиляция, много-много других компонентов. То есть, очень технологичный завод, инфраструктурно очень насыщенный. Своя подстанция, своя котельная, свой водопровод, свои скважины, свои честные сооружения. Все это на одной территории, спроектировано и построено. Построили и запустили. Вот сейчас работаем и развиваем новый рынок. Там очень интересно было на выходе, когда мы уже зашли в складские помещения, и стоят коробки с упакованной продукцией. Коробки подписаны туда, куда они будут отправляться. Мы, естественно, девочки редакции сразу увидели там название «Шоколадница» и сказали, неужели в «Шоколаднице» нас кормят продукцией дороничей. Да. И мы эту продукцию попробовали. В частности, мы попробовали грибной суп-пюре. И хором он нам понравился. Там, кстати, были замечания. Вы не думаете, что мы только хвалим. Мы свои замечания обязательно говорили, но они такие, скорее всего, вкусовщины. Давали у каждого свои пристрастия к домашней какой-то еде. Но этот суп я ела, там, грибной суп-пюре, я ела и в Америке, и в Европе, и в России в разных заведениях. Это абсолютно достойный. Вот для меня очень важно, чтобы соблюдался стандарт, чтобы куда я не приехала, если я заказываю грибной суп-пюре, там, из белых грибов или шампиньонов, вот он должен быть такого вкуса. Я совершенно... Именно то я сегодня и ела. Ну да, действительно. И вы видели... То есть мы... Как он... Я рассказывал, как он готовится. Вы видели те котлы, тот миксер, где размешиваются грибочки, и получается суп, конечно. Кстати говоря, бульон на косточках варится, а не из бульонных кубиков. Бульон, не из бульонных кубиков. Кроме шоколадницы, поставки сейчас идут другие крупные сети. Куда? Да, мы, как уже сказали, что мы развиваем этот рынок. В принципе, на сегодняшний день мы уже присутствуем практически... Ну, в самых крупных сетях федеральных мы присутствуем. Это X5 ритейл-групп магазины «Пятерочка» и «Перекресток». Это Ашан. Вот сегодня директор завода, вы видели, как раз он пришел в процессе. Да, сегодня был Григорий, да, Григорий Бельнов. Только приехал из Москвы с переговоров. Он приехал из Ашана. То есть мы разместились уже в нескольких Ашанах. В 16, по-моему, на сегодняшний день. И дальше двигаемся. Вот, значит, Ашан, я сказал уже магнит, лента – это вот те сети, где мы присутствуем. Кроме этого, мы работаем, как вы уже сказали, с сетевыми компаниями, которые кормят. Мы работаем с шоколадницей. Не только мы, наш продукт кормят посетителей. Кроме этого, мы кормим весь персонал шоколадницы на сегодняшний день. Шоколадница, кофе-хаузы. К нам приезжали компания Эльпатио. Мы работаем с Эльпатио. Сейчас для них готовили и супы, и соусы, и так далее. Чайная ложка, Санкт-Петербург, ну и многие другие. В Кирове есть предприятия, которые кормят? Да, в Кирове, безусловно. Мы давно уже работаем с несколькими. То есть мы получили благодарность у нас, например, от компании Кирскабель. Причем это компания сетевая, завод, не один завод. То есть мы кормим Кирскабель. Полминуты у нас остается, Константин Маркович. Я понимаю, что я-то готова с вами тут еще час говорить. Металлургический завод, межнародный завод. Давайте мы расскажем нашим слушателям, где сейчас в Кире представлена в магазинах розница продукции вашей. Мы уже начинаем работать, причем это только начало. Мы начинаем работать с сетевыми магазинами. Сейчас в нескольких глобусах наши продукты выложены. Мы будем говорить о том, что мы будем выставлять там специальные витрины с нашим продуктом. Под брендом? Под брендом на Турбуфет. Причем этот бренд будет выходить за пределы, работать на российском рынке. У нас на самом деле сегодня было очень много обсуждений, в том числе какие-то наши предложения тоже присутствующие эксперты. Мы там были на дегустации, практически записывали. Я думаю, что мы при следующих встречах, наверное, будем упоминать, как все дальше развивается и реализуется. А сейчас, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Вот вы говорили полчаса, немного ли? Да. Оказалось, что совсем немного. Меня зовут Светлана Занькова, в гостях у меня сегодня был Константин Гозман, генеральный директор агропромышленного холдинга Дороничи. Встретимся еще раз и будем дальше рассказывать, что происходит в агрохолдинге и про дальнейшие наши проекты и акции. Спасибо. Спасибо.